Сенат принял законы о социальном предпринимательстве и инклюзивном образовании. Социальные предприниматели получат налоговые льготы, если будут обучать и повышать квалификацию сотрудников из малообеспеченных семей. Государство обязано оказывать им финансовую, информативную и методическую помощь. Согласно закону, налог на добавленную стоимость для новых предприятий и обрабатывающей промышленности будет снижен на 70%, а обрабатывающая промышленность будет освобождена от налога на прибыль. Для поддержки частного предпринимательства будет введен налоговый режим с помощью специального мобильного приложения. Глава государства уделяет постоянное внимание решению социальных проблем, поддержке малообеспеченных граждан и людей с особыми потребностями. В этой связи важно развитие социального предпринимательства. Следует отметить, что данные изменения и дополнения были инициированы и подготовлены депутатами Сената. Впервые в отечественном законодательстве дается определение социального предпринимательства. В Сенате также обсуждался законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Россией запуски ракет «Союз-2» с космодрома Байконур. Министр Багдад Мусин заявил, что российская сторона заплатит 460 тысяч долларов за падение ракеты в Костанайской области. На срок от 3 до 6 дней вход в зону падения будет закрыт для обеспечения безопасности людей и животных. В остальное время нет ограничений. Глава ведомства также напомнил, что полет этих ракет с Байконура будет ограничен во время отела Сайгаков, то есть с апреля по июнь запуск ракет-носителей не будет.